Пока у этого арт-объекта на балконе музея имени Горького нет имени. Его создали молодые самарские художники Кирилл Буров, Михаил Гунько, Кирилл Флебинский и Дана Пайпаки совместно с сотрудниками музея. По словам организаторов, инсталляция – символ посткарантинного времени. Она остается на балконе, но стремится на улицу. С любой стороны подойдешь, толком не рассмотришь все целиком. Здесь отвернута голова, там мы видим только голову, лицо, выражение лица. С другой стороны мы видим некий силуэт этого всего. Это как раз-таки к слову об аморфности этого тела, что невозможно уловить до конца самость человека, естество человека. Балкон особняка Курлиных украшает парящее в воздухе платье и круглое зеркало, в котором отражается город и Волга. Это творение сотрудников музея Модерна и участников творческого объединения «Муха». Складывается впечатление, интерпретируя инсталляцию, будто бы сама хозяйка, Сандра Кулина, вышла прогуляться по улицам города. И само платье, оно указывает на женственность и красоту, то есть главный ориентир стиля модерна в искусстве. А зеркало, оно отражает и город, и Волгу. То есть Волга – это символ природы, то, что в себя вобрал стиль модерн. А сам город – это отражает то, что принес нам сам модерн. Самарский литературный музей по традиции обратился к текстам, а именно к раннему творчеству Алексея Толстого. Хотелось больно жутко взгляды. Это о том, как на карантине, пока мы все сидели по домам, нам не хватало живого общения, не через мониторы. И, с другой стороны, это музей, который стоит без посетителей. И, собственно, отсылаем мы этой выставкой также к нашему проекту «Толстой. Смена оптика», над которым мы работали весь прошлый год. Только его открыли, простоял он меньше месяца и теперь грустит без посетителей. Если вы будете проходить мимо нашего музея в разные дни, то можете заметить смену настроения у Алексея Толстого. В музее Эльдара Рязанова жители города встречают герои фильма «Приключения итальянцев в России». Это отсылка к жителям южной страны, которые во время пандемии первыми начали общаться друг с другом с балконов своих квартир. Тема Италии для нас особенно важна, потому что именно итальянцы первыми вышли на балконы, когда началась сложная ситуация. Они первыми сказали о том, что коммуникация возможна, даже в таком режиме, когда не можем и дотронуться друг до друга, не можем находиться в близости. Увидеть арт-объекты можно до 2 июля. Светлана Кудрявцева, Елена Малютина, Максим Гусев. События.